А еще в медицинские организации советского района продолжают поступать машины скорой помощи. Неотложки приобретают в рамках исполнения поручений президента России по обеспечению специализированными автомобилями малых городов и сельских поселений. Ранее технику уже получила районная больница, а накануне новые «Газели» были доставлены медикам Зеленоборска, Коммунистического и Агериша. Подробности у наших коллег. Под бурные аплодисменты ключи от нового автомобиля скорой помощи вручили водителю. Спецмашина полностью укомплектована современным оборудованием. Электрокардиограф, дефибриллятор, глюкометр, портативный аппарат вентиляции легких. В общем, все, что может понадобиться медикам на этапе до стационарной медицинской помощи. Это действительно то, что нам нужно. Автомобили у нас были, но вот именно, что по последнему, что называется слово техники, медицинская, это первое. Здесь помощь и работникам, и фельдшерам, и медработникам, она просто неоценима. Неоценима такая помощь и для пациентов, ведь автомобиль марки «Газель» повышенной проходимости. На нем медики смогут вовремя доставить больного в стационар, не прекращая проводить при этом необходимые процедуры. Это здорово, конечно. Комфорт, скорость, да, и своевременная помощь. Здорово. Огромное спасибо. Ну, я думаю, это очень даже хорошо, жизненно необходимо, потому что у нас очень далеко. И вот так вот, если что-то случится, не дай бог, и скорая нужна, тем более оборудованная, новая. Очень рады даже. Благодаря национальному проекту здравоохранения в Советском районе многое делается для развития сферы медицинского обслуживания. Это и ремонт действующих больниц и амбулаторий, поставка высокотехнологичного оборудования и транспорта. Буквально два года назад медики Агериша получили Ниву для оказания первичной медико-санитарной помощи. А спецтехника такого класса и вовсе подарок. Вы знаете, это было для нас, ну, какой-то глоток дыхания, жизни, что мы живем, что о нас заботятся. Но сегодняшнее мероприятие, оно просто вот поднимает настроение. В первую очередь, конечно, огромные слова благодарности нашему президенту, который, ну, контролирует, скажем, программы здравоохранения, мурашка, и в том числе, конечно, главному врачу Антонову. А скорая сразу после приемки отправилась на вызов, ведь оказание экстренной медицинской, главное, своевременной помощи – залог сохранения жизни и здоровья пациентов.